всем привет с алтая у нас уже вечер что хочу сказать про погоду у нас холодный ночи 13 14 градусов тепла днем немножко потеплее чуть больше 20 вот в основном вот так вот небо затянуто бывает вот облака солнышко и так далее ну я такие пока работы никакие не веду так убираю территорию собираем ягоду крыжовник муж собирал я малину собирала и вот у меня на днях расцвел лилейник я покупала его на рынке в прошлом году а нет не на рынке я покупала у женщин она торгует возле магнитного новоалтайский от новосибирского питомника у нее много чего есть и вот этот лилейник я купила у нее по моему за 250 рублей вот я посадила осенью его и вот он первый год цветет он даже прирос я бы так сказала но общем симпатичный довольно таки пускай будет жить дальше и хочу сказать вот значит тоже вот осенью садила вот такой флокс посмотрите у него такое мне нам понравился тем что у него он очень похож на сирень ну согласитесь похожи вот так вот если посмотреть как будто веточки сирени цветочки немного даже похоже вот этим он меня привлек мое внимание и я его купила я не скажу за сколько полу 150 рублей или 200 рублей это я брала точно на рынке я брала его в паре с другим с коллекционным таким темно-синим очень красивый тоже был но вы знаете он зиму почему-то вы померз и не взошел как говорится еще хочу похвалить вот эту питунью я не помню как она называется вот это один кустик просто растет без кашпо сразу в грунте сейчас уберу от свечи хороший кустик образовал посмотрите по объему очень большой стойка выдерживает дожди у нас были неделю где-то дожди и он конечно поникает немножко но когда потом просушивается и он восстанавливается то есть если там вот другой он надо цветочки убирать потому что они поникли и все то этот кустик восстанавливается может быть вы знаете что это за сорт у меня конечно пакетики сохранились но очень достойный сорт если вот кто кого интересует обратите внимание вот второй такой же кустик вот и мне понравилось я буду в дальнейшем посмотрю как он называется и на будущий год буду обязательно его выращивать так ну что хочу сказать немножко по томатам томата в этом году наверно показывать я не буду потому что у меня вообще с томатами полный трэш их просто нет в теплице завязались томаты только первая кисть и больше ничего я даже не буду позориться показывать но томаты все крупноплодные они уже спит мы собрали часть уже но уже сколько есть только есть понимаете далее вот мне я до сих пор еще не пересадила сибирский ирис или ирис сибирский как он называется вот он такой здорово его надо делить обязательно вот мы решили вот этот угол видите у нас как было идем в теплицу вот я стою возле теплицы и все время шагаем уже утрамбовали как бы вот этот цветник и поэтому я мужу говорю вот он уже прокопал и грудь и давай выкопаем я разделю рассажу его в разные места и будет тут уже дорожка вот такая и меня еще вот здесь сидит остильба ее тоже бы желательно пересадить так ну а я знаете о чем хотела с вами поговорить сегодня я иду мимо теплицы это огурцы у нас только пошли огурцы конец июля но я их садила очень поздно и к тому же у нас были холодные ночи они совершенно не росли я хотела с вами поговорить сегодня о перце о перце болгарском который букетного цветения или как он называется вот у меня тоже тут томатики потихоньку образуются вот эти хорошие тоже прям отлично завязал это кто у меня это медвежья лапа вот он так растет ну пока что только вот первая кисть первая кисть большая видите и на ту сторону и на эту я не буду про томата говорить я иду кабачков еще нет потому что опять же повторюсь посеяла я их очень очень поздно они конечно цветут есть пустоцветы не исключено конечно ну вот плодики образовались я знала же люди кушают вот там уже подгнивает я вижу надо будет убрать ну вот видите вот они вот только завязываются и не растут потому что 13 градусов эта погода не для них чтобы расти так но коли я подошла к картошке картошка тоже созревает но по моему фитофторозит буду я ее опрыскивать на днях собираюсь видите что пятна вот вот ну а так картошка мы уже подкапывали кустик нормальный а что то вот тут как будто это тогда тебе гляну вот трескается земля потому что уже плоды плоды лезут у меня там надо еще сена суда подложить вот там вот да вот она картошка она уже на поверхности ну картошка будет вон видите картошка виднеется вот я прям вам покажу вот она она выбирает все срочно завтра подложу все на еще вот так что один кустик вы выкопали но она еще не вся крупненькая на крупненькая была было 12 штук в кусту посмотрите она вся почти оголилась видите все она пошла в рост плодоносить уже набирает это и выбирать не надо мне чтобы она видите что творится она дождей ей хватало надо просто подбавить сена да но все-таки пришла я к перцу и хочу вам рассказать про букетное цветение или как бы букетное формирование перца это вот такое вот посмотрите вот это настоящее букетное формирование мне ну не нравится потому что они друг другу явно мешают по-другому их не расположишь если удалять какой смысл тогда выращивать понимаете да и вот так что имейте в виду когда покупаете семена обращайте внимание вот букетный вид цветения как-то я забыла извините что не могу сказать как правильно написано в пакетиках вот видите это один сорт вот здесь они вообще мешают друг другу какой-то из них надо удалять иначе они ведь и борются за место под солнцем как говорится но не нравится нет не нравится не нравится ведь и здесь они как бы разошлись но вот первая зависть видите борется конкуренция конкуренция вот они подряд у меня посажены и вот пожалуйста я не могу сказать что это сорт так сейчас где мне стаканчик лежит может быть я сейчас вам и скажу как раз вот вот их несколько стаканчиков тут номер же у меня я все забываю это у меня на томатах каждый подписан но бывало у меня и может попадется сейчас так вот болгарский букет это называется понятно болгарский букет вот он и он за сам за себя и говорит что букетный способ выращивания букетный у него как бы понимаете в общем больше я не буду такой выращивать я люблю паниклы пускай они бы были вот такого размера небольшого они должны быть оранжевого цвета как я помню но они должны быть паниклы вниз понимаете паниклы что были вот как вот здесь например видите вот тоже вот тут крючок чуем не хватило вот они у меня все я их формировала видите и все равно как то так ну в общем вот я про это хотела вам рассказать ну конечно вот видите загнил немножечко все показываю как есть сейчас я вам покажу быстренько так уже можно в принципе закрывать было ну ладно сейчас я с вами пройду в теплицу большую в перечную вот смотрите здесь тоже есть такие перцы вот посмотрите конечно крупные перчики все это замечательно перед всегда не любит показываться но как им расти вот смотрите один здоровый такой эти маленькие они ему тоже мешают в общем не нравится мне такой здесь более-менее ничего здесь вот вообще все замечательно как видите вот они растут вниз каждый друг другу не мешает вот видите тоже какие-то корявые не знаю вот здесь снизу я оставила но он что-то не растет и отпал ну давайте я уберу тогда его на пробу оставляла вот есть большие конечно перчики надо подвязку уже делать вот смотрите какие гигантики висят ох красавчики по сорту не скажу меня тут все по номерации вот такие вот красивые большими очень большие так но ему уже немножко собираем кто-то у меня тут это шевелится вот понемножку собираем перчик и кушаем пока в салаты кушаем так здесь у меня что перчик торчит сейчас я гляну вот тоже видите какой интересный он пошел я наверное оставила там тоже оставила ну вот здесь вот он вот так вот тоже видите ну не букетный но кучно но они видите они пониклые они все туда идут это все нормально вот следующие пошли вот так далее и так далее все хорошо с перцем все замечательно вот там как видите перчик тоже растет сейчас я вот к этому подойду посмотрю вот здесь вот беленькие видите они вниз лежит висят и вниз смотрят все хорошо но тоже такие крупные достаточно белые так и вот это тоже вверх видите вверх идет здесь что-то я проглядела не удалила все что внутрь надо удалять друзья девочки и мальчики удалять видите вот опять он букетный вот этот я еще добавок внутрь не удалила ну удалю ладно вечером не буду вот видите вот это букетный самый настоящий в общем я вам подсказочку дала вы думаете что как и что вот пожалуйста хороший перчик отличный перчик вот этот висит висит он друг другу не мешает и и все у него замечательно и у следующего вон там внизу красненький уже висит и вчера мы красный собрали по моему вот с этого куста я взяла или вот с этого а вот с этого да вот еще с той стороны он красненький сейчас я вам покажу вот видите красненький да ну в общем вот так вот затенение мы не убираем потому что уже раз они привыкли к этому климату так скажем то маломальское солнце может их сразу же обжечь потому что все таки они нежненькие у меня ну растут 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 но уже пора подвязку делать вот видите уже падает вот этот падает вот вот такие дела вот такие дела у нас у нашего перчика который растет у нас но вот этот я не поняла почему он загнулся ну ладно видимо ему так комфортно а